Всем привет и хорошего настроения! Продолжая в прошлом ролике тему малоформатных фотоаппаратов хотелось бы сегодня продолжить рассказ и рассказать об отечественных малоформатных фотоаппаратах. Итак, что такое малоформатный фотоаппарат? Фотоаппарат, снимающий на узкую пленку. Вот такого примерно, скажем так, формата. То есть это узенькая, шириной, сейчас вам скажу точно, сколько порядка 14 миллиметров. Вот такая пленочка, на которой размещаются небольшие, маленькие кадрики. Мы сейчас не будем с вами касаться тех отечественных аппаратов малоформатных, полуформатных, которые выпускались в более давние годы. Сейчас там фотоаппарат типа Лилипуд, который сейчас не увидишь нигде практически. Поговорим о крупносерийных выпусках фотоаппаратов. Первым фотоаппаратом, выпускавшимся в нашей стране, малоформатным, был фотоаппарат Киев Вега. Киев Вега. Он выпускался на основе фотоаппарата Минольта. На основе фотоаппарата Минольта, германской фирмы. Киева Веги у меня, к сожалению, нет, но есть продолжатель, славное его дело, Вега 2, который мы, в принципе, достаточно подробно рассмотрели в прошлом ролике. Я немножечко вам напомню. Прошлый ролик пришлось неожиданно прервать, был срочный звонок со службой, извините, бога ранее. А вот, Вега 2, фотоаппарат, выпускавшийся киевским заводом. Вот он у меня в полном комплекте есть, недавно удалось приобрести, так сказать, данный экземпляр для коллекции. Открываем коробочку, и видим там кожаный футлярчик на молнии, в котором, собственно, расположен вот этот малоформатный, складной, карманный фотоаппарат. Так называемая записная книжечка для использования постоянного ношения с собой, потому что места он практически, как видите, не занимает. А вот, тем не менее, им можно сделать достаточно большое количество интересных кадров, вот, и получить фотографии приемлемого качества, примерно вот такого размера, то есть 10 на 12 сантиметров. То, что крупнее, там уже будет значительно чувствоваться зернистость. Фотоаппарат, значит, раздвижной. Для того, чтобы им пользоваться, его нужно раздвинуть вот таким вот образом. Посмотрев в окошко, значит, окуляра, навести на резкость, навести, вернее, на экспозицию, для того, чтобы выбрать объект съемки. А вот. И произвести фотографирование нажатием вот на эту кнопку. При выдвижении фотоаппарата из корпуса производится перемотка пленки в кассете. В кассете. Имеется, как бы, в открытом виде мы видим два глазка. Один это, собственно говоря, визир. Второй это глазок объектива. В данном случае на этом глазке фотообъектива надет желтый светофильтр. Про светофильтр расскажу отдельно. В прошлом ролике рассказать не успел. Здесь находится калькулятор выдержки. Стилистически написано так Vega 2 в стиле 60-х годов. Нарисованы красивые и понятные символы, по которым можно пользоваться калькулятором выдержки. Довольно, скажем так, приблизительно. Но, тем не менее, сносно определить выдержку для объекта съемки на данный момент конкретный. Фотоаппарат в полностью металлическом корпусе, таком рифленом, приятном на ощупь, серебристого цвета из металла. Вот здесь находится счетчик пленки, как вы видите. Вот при выдвижении, из движения меняется количество отснятых кадров. щелкнули, перевели, щелкнули, перевели. Счетчик справно отсчитывает нам кадры. При открытии фотоаппарата для перезарядки пленки счетчик автоматически сбрасывается на ноль. Вот таким образом, нажав на эту кнопку, мы можем снять кожух с фотоаппарата, вот со светофильтром. Видите, здесь в окошечке стоит желтый светофильтр. Его можно убрать и поменять на оранжевый светофильтр, который поставляется в конфликте с фотоаппаратом. Или вообще обойтись без светофильтров. Вот здесь в чехольчике фотоаппарата имеется два таких маленьких аккуратных кармашка, в которых как раз выложены эти светофильтры. Вот это вот у нас в данном случае просто прозрачное стекло, которое можно поставить взамен светофильтра, если он нам не нужен. Но вы знаете, что желтый светофильтр применяется при съемке на черно-белую пленку для придания мягкости пейзажу, для того, чтобы можно было снять, допустим, белые облака в синем небе. Вот он вносит определенную коррективу для цвета, для цвета чувствительности черно-белой пленки. Вот таким образом этот фотоаппарат открывается. Таким образом из него извлекается кассета, в которой расположена вот эта узкая пленка. Вот в кассете имеется два отсека разного диаметра. Тот, который большего диаметра, это приемный. Он надевается вот на эту катушечку своей круглой частью и пленочка начинает там перемещаться. Сейчас я вам даже покажу примерно как это делается. В комплекте у меня к нему идут еще несколько кассет. Вот Vega 2 кассета с надписью Vega 2. Только здесь, по-моему, в кассете, да, к сожалению, нету приемной катушечки. Вот. Сейчас посмотрим, есть еще одна кассета. Возможно, в ней имеется приемная катушка, что мы могли зарядить фотоаппарат и вот этой экспонированной уже пленкой из моей коллекции. Вот. И посмотреть, как это дело все функционирует. Сняв с коробки прокладку, мы видим там рамочку для переходную, для вставления в стандартное окно, вот ее лечить, для припечати вот таких вот маленьких кадриков с этой пленки. Вот вы видите, здесь четко показан размер этого кадра. Вот какой получается на этой негативной пленке. Ну и упаковочка с пленкой, которую я вчера демонстрировал. Негативная фотопленка ФОТО-65 Минхемпром фабрика номер 6 город Переяславль. Вот. И переходное кольцо для фотобачка для проявки пленки. Все необходимое входит в комплект этого фотоаппарата для того, чтобы выполнять съемку. Вот здесь еще вторая коробочка с кассетой, на ней написано Киев Вега. То есть таким еще украинским шрифтом Киев Вега. Я полагаю, она как бы не родная, а досталась этому фотоаппарату видимо в наследство от Киева Веги. Смотрим эту кассетку. Что мы здесь видим? Что мы здесь видим? Катушечки мы пока с вами не видим. Ага, вот она, собственно говоря, и приемная катушка. Да. Вот этот цилиндрик является приемной катушкой. Как заряжается кассета? Кассета заряжается, конечно же, в полной темноте. Открываем вот эту упаковку с пленкой, извлекаем оттуда в темноте вот эту пленочку нашу негативную. Она свернута эмульсионным слоем вовнутрь. Первым делом берем вот эту разобранную на части кассету, которая состоит из четырех частей. Это, собственно, корпус кассеты. Корпус кассеты, крышка с отверстием, крышка глухая и приемная вот эта вот у нас приемная катушечка. Берем катушечку в руку, допустим, в левую, освобождаем край пленочки и вот здесь на катушке у нас одета вот такая прижимная пружинка. Сейчас я вам ее покажу. Вот видите, вот такая вот она, не замкнутое кольцо цилиндрическое. Вот эта пружинка, она и должна держать нашу пленочку, собственно говоря. Значит, отверстие в катушке должно смотреть вверх, пленочка эмульсионной стороной должна прилегать к нему вот так, вот как бы по часовой стрелке. Свободный конец пленки у нас в правой руке. Прикладываем и фиксируем. Ай-яй-яй-яй, куда ты побежала, дорогая. И фиксируем вот этим прижимным, так сказать, пружинным цилиндрическим кольцом, или как ее правильно назвать, назвать цилиндрической пружиной. Вот, прикладываем кончик пленочки и пружинкой ее фиксируем. Все это в темноте на ощупь. Далее, значит, конец пленочки неэкспонированный, смазываем в плотный рулончик, вставляем вот в этот отсек кассеты, который меньше по диаметру. Вот видите, как получается. И, соответственно, загружаем далее вот эту приемную катушечку в отсек больше по диаметру. закрываем кассету крышечками, закрываем кассету крышечками. Вот, здесь нам надо совместить отверстие в крышке с приемной катушкой. Все это делается, опять же, в темноте и на ощупь. И на ощупь. Не так-то просто это может быть с первого раза. Вот, но после тренировки все должно получиться. Совмещаем и закрываем, закрываем. Катушечка здесь у нас не родная оказалась. Вот, поэтому немножечко не получилось закрыть. Сейчас поменяем. Вот, теперь вот получилось. Вот, смотрите, все замечательно. Замечательно получилось нам, так сказать, закрыть, зафиксировать. Все это мы сделали в темноте. Эмульсионный слой у нас смотрит пленочки вот сюда. Далее берем фотоаппарат Киев-Вега. И вот это вот отверстие должно вступить в соприкосновение с зубчатыми выступами на приемной катушке. Здесь, соответственно, имеются впадины под эти зубцы. Ставим. Пленочка должна войти в фильмовой канал. Как правило, входит автомат. Вот, фильмовой канал находится вот здесь. Вот, тут очки он у нас находится. Вот. Ежели на ощупь. Это все уже вот эти все операции, кстати, по вставлению заряженной кассеты с пленкой в фотоаппарат можно делать уже на свету. То есть мы это все выполняем на свету. Вставляем. Если она входит плохо, можно немножко подвинуть эту планочку, чтобы убедиться, что зубцы вошли в соприкосновение с впадинами под них. Дальше закрываем крышечку и, заменив светофильтр желтый на прозрачное стекло, нежели он нам не нужен, светофильтр отправляем предназначенный для его хранения кармашек в футляре, стараясь не повредить ни футляр, ни кармашек, на светофильтр. И далее одеваем соответственно наш кожух фотоаппарата на фотоаппарат. Причем значит калькулятор экспозит должен смотреть вверх экспозиции, вот туда, где крышка у нас кассетного отсека, а отверстие под счетчик кадров вниз, вот здесь у нас зубец, за который все и должно зафиксироваться. Опаньки. Все, фотоаппарат готов к съемке. Начинаем снимать. При выдвижении соответственно пленка перемещается. Вот такой маленький приятный шпионский фотоаппаратик. Значит при открытом фотоаппарате и заведенном затворе у нас здесь просматривается красная точечка, как вы видите, в окошечке. Если нажимаем мы на затвор, то точечка исчезает, объектив на некоторое время показывается, открывается, срабатывает выдержка. Выдержки диафрагмы у фотоаппарата регулируются вот здесь. Это шкала диафрагм. Диафрагма регулируется от 2,5... О, пардон, от 3,5 относительно отверстий до 11. То есть самая узкая это 11, самая широкая диафрагма это 3,5. Максимальная глубина резкости получается на 11, минимальная на 3,5. Наводка на резкость осуществляется вот этим вот колесиком зубчатым. Напротив красного треугольничка риски индекса мы выставляем расстояние в метрах, на котором мы намерены снимать. расстояние от 0,5 метра до бесконечности регулируется данным аппаратом. Вот. С промежуточными делениями в 1 метр, в 2, в 3 и в 5 метров. Вот такие есть деления здесь. И вот таким образом мы снимаем. При съемке аппарат выглядит вот таким образом. Смотрим сюда, нажимаем на клавишу, выполняем съемку. выставить, конечно, предварительную экспозицию. Кроме всего прочего, здесь в автоаппарате значит, в отличие от Киев-Веги здесь появилось кольцо установки резкости. На Киев-Веги такого не было. И появился разъем под подключение импульсной лампы фото-вспышки. То есть этим фотоаппаратом можно снимать со вспышкой. Вот. Давайте откроем его, посмотрим, что у нас получилось на пленке. Какие кадры мы наснимали. Я, конечно, шучу. Для того, чтобы что-то увидеть, пленку нужно проявлять, используя вот это переходное кольцо. Я просто хочу посмотреть, как она у нас перемоталась. Помните, да, вся она находилась вот здесь. Сейчас мы уже несколько пощелкали. Вот теперь видите, сколько много пленки намоталось на приемную катушку. Вот она еще пока не вся кончилась. но, соответственно, при определенном количестве снимков она заканчивается. А сколько пленки осталось, мы проверяем по счетчику, который, как я уже сказал, автоматически сбрасывается на ноль при израсходовании всей пленки. Ну, вот смотрите, я вам коротко рассказал инструкцию по пользованию данным фотоаппаратом. Давайте теперь все это дело соберем надлежащим образом и, соответственно, посмотрим, что еще интересного может быть в коробочке к этому фотоаппарату. Так, две кассетки мы видели. Переходную, так сказать, рамочку и переходное кольцо для бачка я вам показал. Упаковочка с пленкой. Кстати, такая же пленка применялась в зеркальных фотоаппаратах Нарцисс. Представляете, малоформатные зеркальные фотоаппараты даже выпускались в отечественной промышленности. У меня, к сожалению, в коллекции его пока нет. Очень мечтаю его когда-нибудь заиметь. Вот. Все, фотоаппарат закрыли, пленочку спустили, затвор убрали. Так, а эта кассета у нас откуда? Не понял юмором. Обе коробочки у нас полны. Вероятно, мы забыли фотоаппарат ставить в кассету. Ну, конечно же. Вот. Итого имеем фотоаппарат с кассетой и две кассетки запасных. Вот. Уберем его в кутлярчик. дабы продолжить нашу беседу. Это был фотоаппарат KEEV Vega 2. Паспорт на него я вам демонстрировал в прошлом ролике. Давайте посмотрим. Паспорт фотоаппарата Vega 2 номер 54907 проданный торговой сетью в 1964 году, 6 ноября. ОТК штамм стоит на 3 сентября 1963 года. То есть, выпускался он в начале 60-х годов прошлого века. Гарантия 18 месяцев. На данный фотоаппарат прописан в паспорте. Имеется комплектность и основные характеристики. Вот такая красивая инструкция по эксплуатации фотоаппарата Vega 2. Такая же малоформатная, такая же приятненькая. Которая довольно подробно описаны все приемы и методы владения пользования фотоаппаратом. Расписаны все его устройства и соответственно порядок пользы. Кстати, интересная особенность. Можно было пользоваться как не перфорированной вот мы с вами видели вот такой пленкой так и перфорированной 16-миллиметровой кинопленкой. Такая кинопленка использовалась в кинопроекционных аппаратах типа школьной Украина там в кинопередвижках и продавалась в принципе для 16-миллиметровых любительских камер кинокамер. То есть в принципе можно было купить целую здоровую катушку такой пленки и нарезать ее и выполнять съемку. Кстати, интересная мысль. Эту пленку можно купить до сих пор. В принципе я думаю интересно было попробовать что-нибудь сфотографировать этой камерой ВЕГА-2. ВЕГА-2. Таблица глубины резкости еще имеет место быть в прилагаемой документации. Ну что ж. По поводу этого фотоаппарата надеюсь у нас имеется полная ясность. Вот. Теперь мы его так сказать аккуратно уложим в упаковочную коробочку в которой имеются все необходимые места под все необходимые предметы входящие в комплект данного фотоаппарата. Просто удивительно что в такой комплектности достался. Вот. Большая резкость на сегодня. Следующей моделью киевского завода была модель под названием Киев-30. Вот держи его сейчас в руках. Фотоаппарат так сказать по-прежнему оставался таким же квадратненьким даже стал несколько иметь несколько более резкие углы чем ВЕГА-2. Шкала экспонометра выдержки переместилась на заднюю его стенку то есть туда куда мы смотрим глазом при съемке ушла с верхней поверхности. Кожух стал рифленым и черным в отличие от серебристого первого фотоаппарата. Ну не знаю лучше с точки зрения эстетика он стал хуже ли во всяком случае вот он несколько поменялся внешний вид более круглым и более большим стало отверстие под счетчик кадров а так в остальном осталось все практически то же самое та же шкала установки резкости с колесом установки резкости объектива вот значит те же выдержки диафрагма на боковой поверхности вот такое же ушко под темляк темляком он не комплектовался и кстати вот я приобретал помню такой фотоаппарат в 80-е годы новый в магазине в комплекте с ним кстати не шло ничего похожего на светофильтры хотя вот с кожуха с его вот этот прозрачное стеклышко так же уверенно и свободно снимается вот он фотоаппарат киев-30 опускавшийся начиная наверное с конца 60-х годов и я так полагаю годов до 80-х его опускали точно вот здесь стоит логотип киевского завода-изготовителя здесь вот вы видите лимб счетчика кадров который сбрасывается на ноль автоматом при открытии фотоаппарата так же значит в серебристом свете его крышечка так же здесь расположена у него кассета можем ее извлечь и посмотреть и убедиться что все хорошо только почему-то крышка с нее осталась в фотоаппарате и заниматься не хочет непорядок сейчас попробуем ее извлечь вот извлекли да такая же вот видите кассетка внутри она проложена бархатными уплотнителями черного бархата для предотвращения проникновения света внутрь заряжается кассета в темноте а фотоаппарат вставляться может уже на свету на неярком свете без прямого солнечного освещения вот что касается вот видите кассета не встает на место по ощущениям немножко ей что-то мешает для того чтобы она встала нужно немножко вытянуть и пошевелить вот эту вот планочку установки все теперь зубцы вошли с зацепления с зацепами и фотоаппарат у нас готов к работе работает так же так же красная точка нам говорит о том что объектив взведенный фотоаппарат готов к съемке вот так же все это дело функционирует ну что еще хочу сказать вот действительно такие малоформатные малогабаритные приятные обращения легкие полностью металлические аппараты далее наша отечественная промышленность в более поздние годы хотя параллельно с киев 30 выпускала вот такой интересный полуформатный фотоаппарат агат 18 тоже носимая такая записная скажем так книжка для изображений темлячок матерчатый шнур вот нейлоновый объектив регулирующийся нарезкость уже привычным нам образом вот таким поворотом вот видоискатель оптический зеркального с зеркальным стеклом таким напоминающим микроэкран телевизора вот головка перемотки пленки кнопка спусковая которая срабатывает после того как мы пленку переводим пленка передвигаясь по каналу фотоаппарата сама взводит затвор и есть головка обратной перемотки пленки для того чтобы ее обратно перемотать в кассету по окончании съемки то есть использовалась здесь всего одна кассета по окончании пленки нужно было перемотать в кассету чтобы также на свету можно было спокойно и беспрепятственно ее вынуть агат 18 довольно неплохие снимки кстати не получались корпус к сожалению полностью пластмассовый фотоаппарат такой легкий но пластмасса приятная на ощупь не скрипучая не трескающаяся хотя ему уже довольно много лет она еще вполне в приличном состоянии открывается фотоаппарат следующим образом снизу имеется вот такая защелочка сдвигая ее по стрелке мы освобождаем корпус фотоаппарата от защелки и соответственно вот так вот его открываем вот он разбирается на такие две части в руках мы теперь держим видоискатель с темляком а в другой руке она собственно находится вся конструкция этого фотоаппарата объектив вот приемная катушка как вы видите вот я ее вращаю там отверстие щель для зарядки пленки вот прижимная прижимная такая салазка и вот оно кадровое окно как вы видите вот оно кадровое окно имеет место быть полуформат пленки то есть в половину стандартного кадра обычной нашей так сказать так называемой кинопленки 36 мм вот здесь применяется уже не вот такая узкая пленка а обычная привычная нам всем широкая фотопленка только снимает он не в альбомном грубо говоря формате а в книжном формате и поэтому на стандартную кассету в 36 кадров здесь помещается целых 72 кадра вот когда мы взводим затвор он соответственно у нас пленка перемещаясь взводит затвор и потом он может сработать путем нажатия вот на эту клавишу вот это вот клавиша спуска затвора слышите щелчок это наш фотоаппарат фотографирует а вот что это у нас тут такое две какие-то непонятные точки красная и белая я честно говоря не знаю надо будет инструкцию почитать вот диафрагма затвора соответственно расположена вот здесь диафрагмируется путем поворота вот этого желтого диафрагма объектива конечно извините путем поворота вот этого желтого колечка можно наводить по символам а можно наводить по фактическим значениям диафрагмы видимо установка экспозиции здесь соответственно выполняется различными методами или путем так сказать по калькулятору или в общем-то при помощи значений вычисляемых путем замера освещенности вот так он собирается обратно в единое целое следующим значит фотоаппаратом из измейства малоформатных был фотоаппарат чайка фотоаппарат чайка вот такой вот интересный целиком металлический корпус я вот вам сейчас демонстрирую чайку 2 еще была чайка 1 к сожалению в коллекции у меня ее пока нет чайка фотоаппарат как вы знаете был назван в честь Валентины Терешковой первая женщина космонавта потому что ее позывной при полете в космос был чайка вот в соответствии с этим так сказать в честь ее было выпущено фотоаппарат чайка 1 он конечно по размеру несколько больше агата и конечно же безусловно в два раза примерно больше киевов и век вот но он оснащен более серьезным объективом снимает тоже на широкую относительно вот этого размера обычную кинопленку 36-ти миллиметровую снимает также он в книжном формате вот в этом вы можете понять глядя на окошечко видоискателя и на пленке помещается не 36 а 72 кадра которые узкие более узкие чем на этих самых чем на обычных полноформатных кинопленочных фотоаппаратах половинку кадра получается оснащен объективом индустар 69 это широкоугольный объектив то есть снимает он довольно на широкий угол не рыбий глаз но близко к тому вот для того чтобы больше влезало так сказать в кадр вот и выглядит это все изнутри вот таким образом вот вы видите маленькое окошечко под половинчатый так сказать размер приемная катушка катушка транспортировочная которая вертится в процессе так сказать перемещения пленки вот и здесь ставится кассета с пленочкой вот в этот отсек это прижимной столик номер фотоаппарата 706 4071 значит я так полагаю что это где-то 70-е годы выпуска этого фотоаппарата вот судя по нумерации значит счетчик кадров у нас расположен в верхней части вот и здесь же у нас расположено что расположено расположено еще некое какое-то счетное устройство назначение которого а это шкала установки выдержки интересно шкала установки выдержки расположена вот здесь и приводится в движение вот этим черненьким колесиком диафрагма соответственно на объективе путем вращения кольца диафрагма мы устанавливаем нужное нам значение диафрагма объектив у этого аппарата кстати съемный пусковая кнопочка находится вот здесь впереди а это гнездо для подсоединения импульсной фото вспышки и вот такого плана объектив его можно снять и вернуть кстати фотоувеличитель на другие фотоаппараты ставить его типа фэда не получится потому что фокусное расстояние у него несколько иное то есть на фэда мы его уже не поставим а вот на фотоувеличитель при печати фотографии поставить можем в дальнейшем развития фотоаппарата чайка чайка 2 был фотоаппарат чайка 3 отличается он от чайки 2 тем что оснащен во первых фотоэлектрическим экспонометром на селеновых элементах вот и поэтому он конечно гораздо более удобен к съемке ну и значит рукоятка взвода затвора и перемотки пленки находится у него снизу кстати очень удобно под правый палец кнопочка стала вот такая пластмассовая квадратненькая кнопочка спуска затвора приятный фотоаппарат полностью металлический тяжеленький приятно держать в руке вот смотрите каким образом все это работает взводим пленочку срабатывает затвор взводим пленочку срабатывает затвор вот затвор у нас здесь имеет выдержки от 30 до 250 то есть 1.30 1.250 секунды вот это окно экспонометра пользуясь так сказать вот этим нехитрым приспособлением мы можем автоматически практически полуавтоматически установить экспозицию в зависимости от освещенности ну и имеется соответственно сверху значит колодка для подсоединения импульсной лампы вспышки очень приятный малоформатный фотоаппарат ну и из малоформатных отечественных еще хотел вам продемонстрировать вот такой интересный FED микрон FED микрон тоже оснащен экспонометром причем светоприемник экспонометра расположен вот здесь вокруг объектива вот значит выдержки диафрагмы значит регулируются соответственно диафрагма так у нас устанавливается вот здесь путем поворота вот этого кольца установки диафрагм метраж расстояние до объекта устанавливается путем вращения вот этого кольца причем вращать его можно как за кольцо так и вот за этот выступ имеющийся снизу вот это же относится к шкале диафрагмы и шкале так а выдержка устанавливается даже не выдержка а вот типом пленки вот здесь есть такое окошечко сверху в котором указаны единицы чувствительности пленки в единицах ГОСТ и вот такая вращающаяся головка посредством ее мы устанавливаем чувствительность пленки чувствительность пленки в единицах ГОСТ по скольке она начинается интересно, сейчас посмотрим от 18, от 16 пардон единиц ГОСТ очень низкочувствительная пленка и до 250 единиц по ГОСТу, то есть установить чувствительность пленки, далее мы ставим только диафрагму, нужную нам в зависимости от условий съемочки и далее уже фотоаппарат автоматически отрабатывает выдержку сам в зависимости от того какая экспозиция установлена, какой тип пленки вернее, какой тип пленки установлен и какая освещенность попадает на этот приемник фотоэкспонометра, вот такой полуавтоматический, очень интересный аппарат открывается он, вероятно, вот таким образом нужно подтянуть вверх вот эту головку только он почему-то не открылся снизу имеется кнопочка отключения механизма перемотки на случай обратной перемотки пленки аппарат вполне рабочий курок взвода затвора расположен сверху такой небольшой, но скажем так, грамотно скомпонованный так, а вот это что за кнопка ага, вероятно, вот это и есть открывашка, да, нажатием на эту кнопку мы попадаем во внутрь фотоаппарата вот она здесь расположена а эта головка у нас вытягивается для того чтобы можно было извлечь кассету с пленкой после экспонирования и перемотки вот, внутри мы видим прижимной столик и дополнительный ролик для более лучшей транспортировки пленки для прижима ее транспортирующей шестереночки зубчатой так, что у нас с затвором а вот с отвертым фотоаппаратом он почему-то срабатывать не желает ага, да, 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 да так, что-то я какую-то больничтительную пленку поставил да, не очень четко работает затвор фотоаппарат этот еще требует профилактики требует еще профилактики то есть, соответственно, будем заниматься помимо всего прочего нет, дальномерным он, к сожалению, не является здесь в поле зрения объектива находится только лишь стрелочка экспонометрического устройства для более точной настройки на экспозицию сайт микрон, редкий фотоаппарат рад представить ну, вот, собственно говоря на сегодняшний день все фотоаппараты из тех, которые я вам хотел представить из тех, которые имеются у меня в коллекции были мной каким-либо образом озвучены и продемонстрированы вот, поэтому хочу вас поблагодарить за внимание сделать вам снимок на память вот этим чудесным китайским фотоаппаратом-копилкой выполненным из керамики предназначенным для копления наших наличных средств так просто для антуража в коллекции его держу спасибо большое за внимание приятно было быть с вами всегда на связи Сергей, всего доброго я вам покажу Продолжение следует...